Карагандинские предприниматели записали видеообращение к президенту и требуют прекратить налоговый беспредел. Они считают, что в борьбе с фирмами-однодневками фискалы доводят до банкротства и десятки тысяч добросовестных компаний по всей стране. Почему бизнесмены получают многомиллионные доначисления по налогам и почему, несмотря на все доказательства, проигрывают суды, выясняла Людмила Батюшкина. Думан Женгобылов – один из авторов видеообращения. С 2019 года его компания производит стабилизаторы для дорожных работ. Приборы гораздо дешевле зарубежных. Четвертый месяц предприятия остановлено, все рабочие в отпусках без содержания. Причина в том, что налоговые органы выставили предпринимателю долг в 18 миллионов тенге за то, что несколько его поставщиков оказались лжефирмами. По всем сделкам начислены налоги по второму кругу. У нас есть все договора, все накладные, путевые листы от наших поставщиков. Не принимаются эти доказательства и эти доводы в суде. Мы не можем выгребсти данные суммы, данные до начисления. Обидно за людей, за себя, так как, сказать, ну, когда пытаешься, создаешь рабочие места, открываешь что-то новое, да, вот, и не дают работать и, так сказать, убят на корне. По словам предпринимателей, по стране уже десятки тысяч компаний разорились или на грани банкротства по той же причине. Налоговые органы реализуют пилотный проект, который позволяет им подавать иски в суд, не возбуждая административных или уголовных дел и не проводя проверок. Поводом становится только дистанционный камеральный контроль. Я, как естественно, как всегда, был уверен, что, представляя интерес своего доверителя, что мы выиграем, потому как законных оснований для, допустим, признания сделок недействительных в пользу налоговых органов я не видел. А потом уже стало известно, выяснилось, что это не что иное, как пилотный проект, извините меня, схематоз. Они закидывают партиями эти иски. То есть для них это очень простой источник, как уже сказали, и легкий, пополнение бюджета. Мы уже, обращаясь на имя президента, писали, что отмените эти пилотные проекты. До каких пор налогоплательщики, предприятия будут подопытными кроликами в различных схемах, которые налоговые органы придумают, как бы им проще пополнить бюджет. Мы подали кассационную жалобу в Верховный суд, на что нам просто отказали. Отказали в принятии? Отказали в принятии. Они даже не пытались ее пересмотреть. Мы запросили комментарий в областном департаменте госдоходов, в Республиканском налоговом комитете при Минфине в экономическом суде. Но ниоткуда не дождались ответа. Фирмой-однодневкой может оказаться предприятие по цепочке в седьмом колене партнеров. Пострадавший бизнесмен может и не знать о нем, но оказывается виноватым, подтвердила Гульнар Курбанбаева. Сегодня очень сложно прийти к какому-то консенсусу, но у меня есть большая надежда на то, что сейчас пишется новый налоговый кодекс, сейчас созданы рабочие группы, и надо двигаться в этом направлении. Точного решения сегодня рецепта не может дать ни налоговые органы, ни сами предприниматели, ни эксперты. К сожалению, это так. Потому что действительно надо отдать должность, что существуют обнальные компании. Это все есть. При всех департаментах госдоходов созданы согласительные комиссии, чтобы решать конфликты в досудебном порядке. Но по данным Нацпалаты Атамикен, доказать реальность своих сделок удается лишь половине предпринимателей. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.